Шанс. Там-де-ты. Слот-Сити. Привет, друзья! Я Александр Преподобный. Нефтебазы во временно оккупированной Макеевки, которая снабжала оккупантов, больше не существует. Тем временем, вот так вот выглядит ТЭЦ в Новгороде. Но, друзья, армия России не дремлет и вчера совершила свой очередной теракт на территории Украины. Ударив ракетным комплексом «Искандер» по Первомайскому, это Харьковская область. Больше четырех десятков пострадавших, треть – это маленькие дети. Ну, просто посмотрите. Просто ударили в дом. Да, очевидно, что Россия просто перестала стесняться в чего-либо и перешла к тактике обычных террористов. Ну, ничего странного, на самом деле. Это обычные судороги маньяка, убийцы, который видит свой конец и хочет как можно больше жертв забрать с собой. Но стоит только почитать российские паблики. Очень легко сразу понимается, в России настоящий хаос. И, в том числе, на подконтрольных территориях. Он идет полным ходом. Просто об этом молчат. А мы об этом молчать не будем. Итак, МиГ-31, потенциальный носитель кинжалов, упал на Камчатке. Пилотов ищут, но, похоже, зря. Идем далее. Как пишут местные жители, очень бабахкает в Балаклаве и Севастополе. Власти, ну, как бы псевдовласти, рассказывают, что это просто так снаряды утилизируют. Жители не верят. И, как по мне, делают правильно. А в Мариуполе просто-таки роман Агата Кристи. Там при загадочных обстоятельствах на тот свет отправилось уже около десятка оккупантов. Ну, мрут просто как мухи. Очень странно, ведь хотели-то данного вас освободить. За последние две недели в разных районах города нашли восемь убитых военных. Шестерых из них зарезали, двух застрелили в затылок. Кто и почему – загадка. Хотя, как по мне, это просто русский мир или украинская жара. Но зачем же говорить о таких нервных, неприятных новостях, подумали пропагандисты. И опять затрубили о победах русского оружия. Я вот сейчас беседовал с людьми, которые вернулись из Передка. И если говорить о потерях украинской армии, они отличаются от потери нашей армии на порядок. На порядок, подчеркиваю, это в 10 раз. Причем, понятное дело, не в пользу Украин. И вопрос возникает, сколько можно продолжать такое наступление? Конечно же, уже и наступать в Украине просто некому. Славный русский солдат пятится назад. Просто из-за своей скромности и воспитанности. Ну, вот такое русское. Не могут на Западе публично признать героизм русского солдата. Российской армии. Отрицание не уменьшит потерь в украинской армии, хотя они и вписываются в основную стратегию США. Чем больше погибнет жителей Украины, тем в Белом доме будет лучше. Ну и да, в эфирах вот этот, знаете, такой зубной скрежет от поддержки Украины всем миром. Россию-то реально, друзья, поддерживают разве что Иран. Правда. Ну, да, помогает Казахстан, Турсы, обходить санкции. Но это не то. Просто они деньги зарабатывают. А ведь Россия-то действительно одна сейчас. У них огромные силы. У них серьезная бронетехника. Еще и Берлин с Копенгагеном заявляют о поставках десятков танков в ближайшее время. Вот, говорят, старые, первые модели. Да какая разница, да? То есть, конечно, это существенно снижает их потенциал. Мы должны быть. Тем не менее, каждый танк – это возможная гибель и поражение наших солдат и мирных жителей. Хотя, помним, конечно же. Это шизофренические российские эфиры, которым один эксперт говорит о каких-то огромных силах против Российской Федерации. Другой сразу же объясняет, что вся техника на Западе уже закончилась. Ну, короче, шизофрения. Как она есть? Перед коллективным Западом стал извечный русский вопрос. А что делать? Очевидно, что арсенал антироссийских действий закончился, поэтому Евросоюз должен удвоить помощь Украине. Об этом на церемонии начала председательства Испании в ЕС заявила глава Еврокомиссии Фон дер Ляй. Пока пропагандисты просто захлебываются воплями о невысоких темпах украинского наступления, про темпы объяснили для чайников. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что задачей сейчас номер один для ВСУ является максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, быка, командных пунктов, артиллерии, сил ПВО и в целом русской армии. И скажем откровенно, пример подобной Бавовны, его немало, и оккупантов становится все меньше. Я вам в начале выпуска говорил, это просто за последние сутки из того, что на данный момент попало в сеть. Недаром эксперты говорят о вступлении в бой глубоких резервов в российской армии. Подтягивайте, подтягивайте, у нас Турмшед и Ульхаймарс на всех найдется. Так фиксируют переброску в Запорожскую область 34-й российской бригады, которая находилась на левобережье Херсонщины. Что это означает? Означает, что российские стратегии уже скребут по сусекам. Но в телевизоре, конечно же, одно. Российский народ, он, знаете, вот такой вот консолидированный, ну как монолит. Я так понял, что про мятеж Пригожина в Кремле решили просто забыть. Ну не было такого. Вот неделю объясняли, что значит он просто бабки украл у вас, россиян. Сколько там, 80 миллиардов, 140 миллиардов рублей. А теперь и у меня, растворился. Президент России только что заявил, против нашей страны ведут гибридную войну. Из Украины специально делали антироссию. В 8 лет накачивали ее оружием и насаждали в стране неонацизм. Но Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. Народ нашей страны как никогда консолидирован. Свою сплоченность общество наглядно продемонстрировало единым фронтом выступив против мятежа Пригожина. Ну и Путин опять поговорил с голосами, конечно же, в своей голове. По-моему, они ему шепчут, знаете, один и тот же текст. Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны, Украины, фактически враждебного государства, антироссии. Ее накачивали оружием 8 лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России. А еще Путин провел совещание из-за пробки у Крымского моста. Непорядок, сдвинул брови диктатор и обещал разобраться. Пока разбираются, туристов предложили везти на десантных кораблях или же через аннексированную территорию Украины. Прекрасненько. Очень такой, знаете, перспективный туризм. Никогда еще отдых в Крыму не был таким зажигательным, что ли. Правда, не исключено, что россияне под соусом вот этого туристического сезона в Крыму, конечно, готовят очередные провокации. Обычно они так делают, предварительно обвинив других, вот как Запорожская АЭС. Они уже несколько дней подряд говорят, что Украина готовит провокацию. И действительно, я понимаю всех своих друзей и знакомых, которые на серьезе готовы к ядерному взрыву, потому что, а чего еще от них ждать? От оккупантов. И дай бог, чтобы это не была Запорожская атомная станция или грязная буйма. Лучше пусть нам Саакашвили показывают его волосатую грудь. Мы на нее уже как-нибудь с отвращением, но посмотрим. То есть чем сейчас будут перебивать повестку, я не знаю. Но то, что сейчас Украина будет опять вести вот эту информационную войну на истощение, обвиняя нас во всех смертных грехах, ну это действительно, мы понимаем, что это единственный выход, который диктуется сейчас ситуацией на земле. Действительно, велика сейчас угроза провокации на Запорожской атомной электростанции, потому что вот этот бешеный волк уже загнан в угол. Ну что еще сказать? Новости из России в целом напоминают какой-то тонущий «Титаник», ну или Иван Хурст в этом случае. Пассажиры суетятся в поиске спасательных шлюпок, капитан перепуганно застыл у штурвала, корабль стремительно идет ко дну. И только оркестр, то есть российская пропаганда продолжает играть. Что же делать? За все уже заплачено, и как бы прыгать за борт уже поздно. Друзья, если вы согласны, что им уже ничего не поможет, подпишитесь на канал Хрощи. Пока!